Пожертвовать сном ради прекрасного. Оказывается, в музей можно попасть на ночь глядя и совершенно бесплатно. Такое чудо бывает только раз в году, в Ночь музеев. Для ночных посетителей сотрудники музея подготовили немало экспозиций, выставок и интерактивных площадок. Чем удивила Ночь музеев в этом году, расскажет наш корреспондент. Ярмарка, живая музыка, анимационные площадки, работающие под открытым небом. Интересное занятие для себя на этом празднике мог найти каждый. Звон мечей до успехов по традиции знаменует выступление клуба исторической реконструкции «Вареж». А во внутреннем музейном дворике ждут тех, кто готов показать свою смекалку и проявить ловкость рук. Двери музея открыты для посетителей всех возрастов, испытавших море ярких впечатлений и эмоций. Прекрасный день, прекрасные люди вокруг ходят. Также мы с Дмитрием успели поиграть палочками, успели поиграть, вот там молодой человек, на логику, на память успели в игры поиграть. Также походили здесь. Дима вообще пока что не был ни разу ни в одном музее. Мы хотели посетить все музеи, которые тут есть, где можно, где успеем, какие экспозиции будут, нам все очень интересно. Пробовали себя в роли древнерусского воина. Сложно ли было, насколько это было интересно, необычный опыт для вас? Было очень интересно. Почувствовать себя было очень приятно и завораживающе. Сложно оказалось? Нет, не очень сложно. Надо просто научиться. Не обделены вниманием и муромляне, любящие творческие занятия. Специально для них работники музея подготовили целый мастер-класс по изготовлению украшений из кожи в стиле Бохо. Но главное действие активно разворачивается за дверями выставочных залов. Такой ажиотаж можно увидеть лишь раз в году. Считанные секунды остаются до старта бесплатного посещения выставок и экспозиций. Около входа уже собралась целая толпа. Именно эти горожане сегодня решили не проспать ночь музеев и присоединиться к всероссийской акции, чтобы прикоснуться к прекрасному. Какая же ночь музеев без самого музея? Традиционно в праздничный вечер вход в выставочный центр и художественную галерею совершенно свободны. Работают выставки «Муромград», «Город и горожане», «Советские гобелены», «Ювелирное искусство», «Письмо с фронта». Каждый находит для себя что-то интересное и незабываемое. Интересно стало. Очень давно не была в музее. Появился такой шанс и решили его не упустить, да? Где-то еще были на каких-то площадках или только в планах? Может еще на Первомайскую сходить? Нет, на Первомайскую еще не была, но схожу. Вот там интересно тоже, там бои устраивают. Ожидания большие. Что хотели бы у вас? Хотелось посмотреть, как обновились наши музеи после длительного перерыва. И хотелось посмотреть удивление людей, назрождающие жизнь нашу творческую. Искусство – это не только художественные галереи. Это еще и музыка, и театр. Театрализованную композицию сказаний о Петре и Февронии Муромских на радость зрителям представил и коллектив «Прикосновения». Ночь музеев закружила муромлян в хороводе увлекательных событий. Даже погода в этот день была благосклонна к организаторам и участникам акции. Очередь в музее не уменьшалась до поздней ночи. Вот уже в 17-й раз сотню муромлян, поклонников и любителей искусства доказали, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Юрий Казаку, Арсен Корнилов. Наши новости.